Сиди за рабочую шалашу Когда моя сестра лишилась лица, нам обеим было по 12 лет. Мы сидели на картонках в зарослях кустов за домом, где у нас было что-то вроде шалаша. Играли в магазин с листьями вместо денег. За зеленой стеной раздались смешки, и мы поняли, что местные мальчишки опять пришли нас донимать. Однажды они даже сломали наш домик, это казалось нам таким горем. Мы обе ревели, восстанавливая свое убежище. Странно вспоминать об этом. В шалаш, подначиваемый своими приятелями, забежал самый младший из них. Он поставил на землю дымящуюся пивную бутылку и сразу же выбежал, не переставая хихикать. Кристина сидела к ней ближе. Я наклонилась и протянула к бутылке руку, не зная точно зачем. Наверное, хотела выкинуть ее из шалаша. Прогремел взрыв, мою ладошку обожгло, и еще я почувствовала, как что-то, пролетая, коснулось лица. Боли не было. Оглушенная, я глядела, как опускается всколыхнувшиеся ветки нашего потолка. По щекам потекла какая-то жидкость. Посмотрев на свою, все еще вытянутую руку, я не смогла понять, в чем дело и что вообще произошло. Левая рука? Я была левшой. Потеряла привычное очертание. Все было абсурдным, как во сне. Только во сне уши не заполнял пронзительный, высокотональный писк. Поднесла ставшую такую незнакомую руку к лицу, чтобы рассмотреть. Указательного и среднего пальца не было вообще, как и прилегающего кусочка плоти. Безыменно свисал, болтаясь на лоскутке кожи. Из центра красной ладони толчками выплескивалась кровь. Таких рук не бывает, мелькнула мысль. Кристина с открытым ртом повернулась ко мне. То, что это Кристина, я знала по ее розовой вязаной кофте. Но вместо головы... В общем, ее частично скальпировало, и волосы на одной стороне головы как бы завернулись, открыв бело-красную кость. Рот был перекошенным красным провалом, почти не прикрытым ошметками рваных щек. Носа не было. Глаз не было. Левый тонул в мишанине мяса и торчащих осколков стекла. Вместо правого на меня смотрела черная сморщенная щель без глазного яблока внутри. Писк в ушах постоянно стихал, возвращая звуки мира. Пение птиц, машины, как ни в чем не бывало, едущие по дороге. И встревоженные голоса. Вопль Кристины. На покачивающихся ветках вокруг, забрызганных нашей кровью, тут и там висели клочки нашей плоти. И тогда пришла боль. Все оказалось не настолько плохо, как я решила в первый момент. Левый глаз Кристины, как и мой безымянный палец, врачам удалось спасти. Потребовалось множество операций, но сейчас шрамы на моих щеках и лбу почти незаметны. Я научилась пользоваться правой рукой. На клешню левой мне предлагали косметический протез, но я не видела смысла в резиновых негнущихся пальцах манекена. Помню тошноту, подкатившую к горлу, когда я представила, как буду красить на них ногти. Кристина же, хоть и осталась зрячей, превратилась в монстра. Хирурги сложили все сохранившиеся остатки в подобии лица. Заново собрали холмик в центре, отдаленно напоминающий нос. Такие слова, как лоскут на питающей ножке, надолго поселились в разговорах нашей семьи. Руку Кристины пришили к лицу, и так она жила месяцами, пока шаг за шагом ей пересаживали с руки кожу и жировой покров. Несмотря на все усилия, то, что получилось в итоге, все равно не было человеческим лицом. Даже приблизительно. Моя собственная сестра преследовала меня в ночных кошмарах, что-то подобие пластиковой куклы Барби, которую ненадолго сунули головой в костер. Был длительный курс реабилитации для всей семьи, но не могу сказать, что он мне помог. Что до Крис, ей не помог точно. В итоге для нее изготовили искусственный глаз и прикрывающую ворочащийся в глотке язык силиконовую заплатку на правую сторону головы, в которую предварительно вживили магнитные крепления. Если глаз, кстати, глазные протезы это вовсе не стеклянные шарики, и заплатку установить на место, а потом тональным кремом замаскировать места соединения резины и кожи, да, тогда она становилась похожей на человека. Встретив ее с наложенными протезами вечером в парке, вы бы, возможно, даже не убежали в ужасе. Но она больше не ходила в парке и вообще куда бы то ни было. Может и к лучшему. Хуже всего было то, что от шока Кристина сошла с ума. Дело в том, что больше всего на свете Крис боялась темноты. Ничего удивительного для ребенка, но так было не всегда. Где-то в десятилетнем возрасте, приехав на лето в деревенский дом дедушки, мы отправились смотреть заброшенные коровники и покосившийся зерновой элеватор, что стояли на краю большого заросшего поля. То была настоящая экспедиция. Нас сопровождала мама, чья роль в походе сводилась к ежеминутным окрикам девочки осторожней и охране взятых с собой бутербродов. Помню, что коровник оказался скучным остовом из бетонных ребер и сам напоминал сдохшую давным-давно циклопическую корову. Мы посмеялись над этой идеей, а вот у зернохранилища сохранилась крыша. Сумрак хранил прохладу даже среди знойного дня. Была в нем какая-то манящая тайна. Против ожидаемого мы провели в руинах совсем немного времени, так как до визга испугались копошения в куче старых гнилых мешков. Кристинка потом рассказывала, что видела страшную ползучую тень. Конечно же, там просто водились мыши. Но с тех пор сестра отказалась ложиться спать без ночника и ходить в налет на погреб за вареньем, чем мы с удовольствием промышляли раньше. Несмотря на все мои дразнилки, попытки оставить ее в темноте неизменно заканчивались истерикой. Я любила свою сестру, поэтому вскоре перестала ее доставать и долго утешала, когда год спустя в доме выключили свет, пока она принимала ванну. А теперь паранойя Кристины вернулась с небывалой силой. Ее страхи получили новую пищу. Обнимая меня, я, как ни старалась, не могла побороть дрожь при взгляде на ее теперешнее лицо. Сестренка, сквозь сотрясающее ее тело рыдание, говорила мне, что ползучие тени приближаются к ней со слепой стороны. Она не могла спать без лекарств, которые приходилось заставлять глотать насильно. Как только ей разрешили садиться, целые дни она начала проводить не за чтением журналов, фильмами или учебой, а просто тупо сидя на покрывали и постоянно крутя своей изуродованной головой, как сова. Она осматривала всю палату раз за разом и снова и снова. Это было первое, что она начинала делать, проснувшись и не прекращала ни на минуту. Увещевания, что палата ярко освещена, что тут нет никаких теней, не помогали. Успокоительные лишь заставляли ее упасть на подушку, где бедная Крис продолжала вяло ворочать головой, сбивая свои повязки и пачкая наволочку сочащейся сукровицей. Врачи надеялись, что со временем шок и вызванные им симптомы как минимум ослабеют. Наконец нам разрешили забрать ее домой. Знаю, это недостойно, но и я не была этому рада. Я не могла учиться, не могла читать или играть, зная, что за моей спиной на кровати сидит безумное одноглазое чудовище, бывшее моей сестрой, и бессмысленно дергает головой, непрестанно озираясь в поисках других чудищ, приближающихся к ней по стенам, когда на них не смотрят. В люстру пришлось вкрутить лампочки помощнее, чтобы Кристине было спокойнее, но яркий белый свет днем и ночью превратил нашу уютную спальню в подобие операционной. У меня ведь тоже остались не самые лучшие ассоциации, знаете ли, так думала я, я никогда не смогу нормально пользоваться левой рукой, и если на то пошло, никогда не смогу выйти замуж со всеми этими алыми шрамами и почти бесполезной, покрытой новой розовой кожицей культей. Родителей же, казалось, заботило только плачевное состояние сестры, а вскоре, зайдя в комнату, я обнаружила ее сидящей на кровати с поднесенной вплотную к лицу горящей настольной лампой. Она плакала, как всегда, без слез, потому что не могла больше плакать слезами. Когда она повернулась ко мне, свет блеснул на несимметричных металлических пеньках для крепления протеза. Зрение в сохранившемся глазу Кристины начало стремительно угасать. Было проведено еще несколько операций на хрусталике, но безрезультатно. Моя сестренка полностью ослепла без надежды на восстановление. Последовали три недели того, что я не могу воспринимать иначе, как ад. Крис снова перевели на кормление через трубку и начали привязывать ее к кровати. Когда она была под лекарствами, то лежала без сознания, в остальное же время непрерывно кричала. На вторую неделю, сорвав связки, хрипела в агонии. Врачи говорили, что это не от боли, виной всему ее психологическое расстройство. Господи, как же это было страшно! Родители опять поселились в больнице, но ничем не могли помочь. Но страшнее всего, не сомневаюсь, было самой Кристине. Ползучие тени из ее кошмаров больше ничто не могло остановить. Очевидно, они добрались до нее. Спустя бесконечные три недели она затихла и не произнесла больше ни слова. Обмякшую, словно набивную тряпичную куклу, мы снова забрали ее домой. И именно я нашла ее тело через пару дней. Закрепив перочинный нож в стоящем в углу комнаты масляном обогревателе, пока мы с мамой находились в соседней комнате, Кристина несколько раз насадилась на лезвие шеей и головой, не издав ни звука. Чем закончилась история для паршивых шутников и их родителей, решивших, что бомбочка и скорбиды это весело, я не знаю. И никогда не стремилась узнать. Сейчас у меня неплохая в принципе работа и ребенок, для которого я постараюсь стать лучшей мамой в мире. Но иногда по вечерам, когда я просто физически ощущаю, что силы мои на исходе, Я укладываю малышку и запираюсь на кухне, достаю из шкафа вино, а с верхней полки пыльную пачку сигарет. Сижу за столом, не включая телевизор, пью бокал за бокалом, вспоминая свою бедную сестру. Изо всех сил стараюсь не смотреть в угол за холодильником, откуда ползут ко мне безмолвные плоские тени. Субтитры создавал DimaTorzok